С юных лет Альбрект Дюрер предавался глубоким рассуждениям на тему вопросов бытия и своего предназначения. Многочисленные автопортреты художника свидетельствуют о его стремлении заглянуть вглубь своей природы и воспитать свою личность соразмерно таланту, который был дарован ему Богом. На одном из ранних автопортретов, который был создан в 13-летнем возрасте, мастер предстает задумчивым юношей, тонко и глубоко чувствующим. Позднее поиски самоопределения живописца особенно ярко проявляются в мысли о том, что художник является творцом, подобно Богу. Альбрект Дюрер вел нравственную жизнь глубоко верующего христианина. Один из современников так писал о художнике. За всю жизнь неизвестно ни одного поступка, который бы заслужил порицание или хотя бы снисхождение. Он был безупречен вполне. Представленная картина относится к раннему периоду творчества Альбректа Дюрера. В соответствии с иконографической традицией художник изображает в семи клеемах Полиптиха «Семь скорбей Девы Марии». Иными словами, перед нами представлены те скорбные события земной жизни Богородицы, которые связаны со страданиями Ее Божественного Сына. Семь сцен, отражающих душевные муки Божьей Матери, обрамляют центральный образ, на котором изображена многострадальная Дева Мария, чье сердце пронзает меч. Таким образом, иконографически представлены слова евангелиста Луки «И тебе самой оружие пройдет душу». Лука, глава 2, стих 34. Дева Мария изображена в траурном черном одеянии, которое контрастирует с белым плаком, накрывающим голову и плечи. Руки Богородицы с утонченными длинными пальцами, крестообразно сложенные на груди в знак разделения мук со своим сыном. Боковые створки картины необходимо рассматривать с верхнего левого клейма вниз, далее по нижней горизонтали, слева направо, и затем по правой вертикали, снизу вверх. Первым евангельским сюжетом, связанным с пролетием крови Христа, является сюжет обрезания. При совершении этого обряда Божественному Младенцу было дано имя Иисус, Спаситель. Возвещенные Архангелом Гаврилом еще в день благовещения Пресвятой Деве Марии. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом, прежде зачатия его в очреве. Лука, глава 2, стих 21. В центре художник изображает двух служителей. Один из них держит на руках младенца Иисуса, другой, стоя на коленях, приготовился срезать крайнюю плоть Бога-человека. С правой стороны стоят Дева Мария и праведный Иосиф. Облик Богородицы полон печали. Кажется, что она всей душой переживает за ту боль, которую может испытать младенец. Следующий сюжет изображает бегство святого семейства Египет, которое стало еще одним жизненным испытанием на пути спасения жизни маленького Христа. Матфей, глава 2, стих 13. В центре гравюруем и видим Деву Марию, которая едет на осле, крепко сжимая своих объятий по младенцам. Осла ведет под узцы праведный Иосиф, чей взор тоже с любовью обращен к Иисусу. Третий эпизод. Христос среди книжников, описывающий сюжет пропажи отрока Христа и обеспокоенности этим его родителей. Лука, глава 2, стих 40, 52. Четвертый сюжет изображает путь спасителя на Голгофу. Матфей, глава 27, 32 стих. Марк, глава 15, стих 21. Лука, глава 23, стих 26. Иоанн, глава 19, стих 16-17. В центре гравюры мы видим Христа, который упал на каменные плиты под тяжестью своего Христа. На втором плане слева Дюрер изображает мать Христа и его любимого ученика Иоанна, которые также стали свидетелями этой трагической сцены. В пятом клейме мы видим сюжет приглаждения Господа ко Кресту. Иоанн, глава 19, стих 17-19. Шестой эпизод – это распятие Христа. Матфей, глава 27, 33-38. Марк, глава 15, 22-27. Лука, глава 23, 33-43. Иоанн, глава 19, стих 17-25. Финальным седьмым эпизодом становится оплакивание Господа, хронологически следующее за снятием тела Спасителя с Креста. Богоматерь художник изображает с правой стороны, упавший на колени перед телом мертвого сына. Ее лик преисполнен безутешной скорби. Семь скорбей полиптих Альбрехта Дюрера выполнены около 1500 года. Центральная часть полиптиха в настоящее время находится в старой пинокотеке Мюнхен. Семь боковых панелей в Дрезденской картинной галерее. Семь скорбей были провозглашены церковным праздником в 1432-м Кельнским соборах, чтобы сформировать соответствующую параллель с уже существующим тогда праздником Семи Радостей. Произведение было заказано Фредрихом III вскоре после его встречи с Дюрером, состоявшейся в Нюрнберге в апреле 1496 года. Исходя из стилистических особенностей полиптиха, исследователи полагают, что художник начал работать над произведением только около 1500 года. Специалисты в настоящее время приписывают Дюреру авторство лишь в центральной панели с изображением матери скорбящей, в то время как семь внешних досок выполнены, скорее всего, по его рисункам, помощниками. Мать скорбящая, уменьшенная по краям приблизительно на 18 см, в начале XIX века была получена Мюнхенским музеем из женского монастыря Бенедикт Бойер. В 30-х годах XX века она была отреставрирована. Тогда же было установлено, что это не часть, как полагалось ранее, диптиха с изображением благовещения, вторая половина которого с архангелом считалась утраченной. Во время реставрации были сняты поздние записи авторской живописи, и справа от Марии открылось изображение шпаги, атрибута матери скорбящей. Другие части полиптиха находились в Виттенберге, в замке Фридриха III. С 1640 года они хранились в кунсткамере принца Саксун. Они были отреставрированы в середине XX века. При проведении работ все же не были разрешены сомнения в их атрибуции. КОНЕЦ КОНЕЦ